Утвержден президентом федерации в ноябре перед заседанием Раблюдательного совета. То, что мы сегодня встретим. Вот так. Я сегодня разговаривал. Александр Александрович, а может у нас не так теперь? Мы сейчас обсудили, дали предложение. Но есть теперь представитель РШФ Михаил Витальевич Крюков, который согласует это с РШФ, и после этого оно будет утверждено. Это нужна еще будет подпись Крюкова, как я понимаю. Логика-то она вот в этом. Значит, на сегодняшний день пока такого нет. Я думаю, что сейчас... Как я даже сейчас? Сергей Борисович, выразить. Вы задали вопрос, я вам включаю. На сегодняшний день пока такого нет. Формируют план. Федерация шахмат центрального федерального улеча. Формируют. Утверждают? И соответственно утверждают. Я думаю, что по этому вопросу сейчас как раз присутствует Александр Васильевич. Он как раз кое-что скажет. И плюс там он забегает вперед, скажет по некоторым заявкам, которые у нас были по срокам тех соревнований. Заявки, которые есть, но они расходятся как раз с соревнованием РШФ, с финалом. Есть определенные сроки, когда наши соревнования должны закончиться до, например, 1 мая, а не с 1 мая начинаться. Ну, Александр Васильевич, пожалуйста, слово. Спасибо. Значит, ну, сразу по представителю циквола, скажем так, в РШФ, так называемого обособленного подразделения. Значит, вся структура обособленного подразделения, вступая, скажем так, в законную силу с 1 января 2013 года, поэтому, собственно, никаких как-то не соответствий с тем, что сейчас будут приняты какие-то решения, затем они будут утверждены в конце декабря. Здесь нет. То есть, скажем так, РШФ официально начинает работать с 1 января 2013 года. Ну, что значит официально начинает работать? То есть, пока он не более, чем его кандидатура утверждена на наблюдательном совете, который состоялся 8 августа, пока договоров и каких-либо других бумаг с ним не подписаны, чтобы вы просто знали. В связи с этим, значит, я хочу всех проинформировать, информация, что называется, из первых уст. Ближайшее заседание наблюдательного совета состоится 22 декабря в 13.00. Центральный универ шахматиста, в адресе, знаете. Поэтому, по большому счету, вы еще можете крюкку заменить до этого момента. Но это к слову. Значит, самое главное, о чем я хотел вас проинформировать. Значит, во-первых, что касается календарного плана мероприятий, значит, вот у меня передо мной, вернее, лежат предложения, которые Российская Шахматная Федерация направила в Министерство спорта для утверждения на 2013 год. Здесь полный спектр соревнований, начиная от ущербно-тренировочных сборов, сборных, различных сборных страны, заканчивая, значит, командами чемпионатами мира, матчами, претендентами и так далее и тому подобное. Я сейчас вас, что называется, познакомлю с этим планом. Я думаю, это очень-очень интересно. Более того, значит, этот план, скажем так, на 99% будет принят, потому что он, собственно, прошел, я имею в виду, сроки. Сроки и сами позиции плана. То есть я буквально пару часов назад созванивался с коллегами в Министерстве спорта, мы прошли самый сложный отдел, который как-то формирует этот план. То есть там осталось дело за финансистами Минспорта. Вы сами понимаете, это как бы к датам значения, в смысле никакого о машине никакого не имя. Но хотел бы начать с того, что, как вы все, наверное, хорошо знаете, на последнем съезде председатель наблюдательного совета Аркадий Владимирович Дворкович чётко сказал, что должна быть к концу 2012 года завершена процедура государственной аккредитации региональных федераций. Значит, ну, скажу своими словами, в ней простыми словами скажу. Значит, у кого нет аккредитации федерации, значит, РШР с этими федерациями, мягко говоря, работать не будет в 13-м году. Значит, у этих федераций будут очень серьёзные сложности во взаимоотношениях с РШР. На данный момент времени в ЦПО не аккредитованы шесть субъектов. Это Владимирская, Белгородская, Ивановская, Смоленская, Тамбовская, Ярославская, как он и видит, я назвал те, которые не аккредитованы. Все остальные, естественно, аккредитованы на различные сроки и так далее. Поэтому, пожалуйста, серьёзно задумайтесь вообще о том, что я сказал, и о том, что у вас нет аккредитации. Все вы прекрасно знаете, ну, как говорится, и мои слова подтвердят коллеги, у которых есть эта аккредитация. На самом деле, при желании, не очень большом, всё это можно осуществить в течение двух-двух с половиной недель. Вот яркий пример, например, Олег Анатольевич Куликов, да, по-моему, недели за две всё это сделал. Недели за две я всё активизировал, всё делалось дольше. Недели за две я всё... Ну, по крайней мере, есть профессуальные какие-то моменты, но именно подготовить документы и отдать свой спорткомитет, я так по-сторожно назову, это не самое сложное и недокомое. Ещё раз говорю, ну, ну, пожелайте. Самое главное. Ну, а теперь по календарю, который, как вы будете, подтверждать, согласовывать, рекомендовать. Значит, в главный вопрос я ознакомился с теми заявками, которые были на сайте, значит, в Минске с размещены. И первое, что бросилось в глаза, значит, практически, ну, наверное, даже все заявки, кто хотел бы провести на своей территории перевесток округа по выставу шахматам, сроки ставят, ну, скажем так, после 1 мая. Значит, это, сразу скажу, невозможно по очень простой причине. Значит, финал будет проведён с 20 по 23 мая в Санкт-Петербурге, значит, и по, опять-таки, министерским, как бы, требованиям, значит, все соревнования, данные соревнования, должны пройти до 1 мая 2013 года. Ну, сами понимаете, провести-то можно, конечно. Второго, пятого и так далее, но никаких вызовов и всего остального просто-напросто не будет здесь. Значит, мы впервые эти соревнования внесли в проект календаря, значит, и эти соревнования, ну, как я уже сказал, значит, 99% будут в едином календарном плане Минскорского визита. Ну, со всеми, как говорят, опекающими отсюда последствиями. То есть, звание чемпиона, то есть, синие вызовы, которые являются основанием рекомендирования, значит, на эти соревнования и так далее, и тому подобное. Поэтому я думаю, что есть смысл все-таки в рамке эти соревнования ввести, то есть, и провести все-таки до 1 мая 2013 года. Ну, еще раз повторяю, собственно говоря, решать план. Вот. Продолжение следует...